На стоянке собрались только те, у кого есть лицензия на перевозку пассажиров, иначе говорят таксисты. Все работают не первый год. У каждого в машине установлено несколько систем, с каждой из которых им и приходят заказы. Вот только сами таксисты заявляют, что цены на перевозку, предлагаемые информационными службами, сильно занижены. Производитель не может устанавливать стоимость поездки. Понимаете? Вот что мы. Другое дело, какие цены потом будут, да? Мы ведь хотим, чтобы была конкуренция между нами. Вот когда будет конкуренция, тогда и будет справедливая рыночная цена. А какая она справедливая рыночная цена? Если вы хотите услышать в рублях, да, в стоимости, да, то сейчас это на 30-40% выше, чем сейчас. В настоящий момент, по словам таксистов, они получают только 30% от той суммы, которую оплачивает пассажир. Поэтому на бойкоте, который прошел 3-го числа, Рязанский союз таксистов принял решение зарегистрироваться как юридическое лицо. Мы решили, что все-таки будем регистрироваться как юридическое лицо. Дальше что мы будем делать? В планах то, чтобы попасть все-таки в рабочую группу по разработке законопроекта, в рабочую группу Государственной Думы. Это делается для того, чтобы повлиять на закон о работе такси, который будет приниматься. Кроме этого, Рязанский союз таксистов планирует создать свою службу заказов. Создание такой службы позволит им самим устанавливать тарифы и конкурировать на равных со службами заказа такси. Первым этапом создания такой службы станет регистрация юридического лица. Все необходимые документы союз таксистов планируют собрать в ближайшее время. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.